Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша встреча проходит в преддверии важной даты, 105 лет со дня создания рабочей крестьянской милиции. Она возникла вместе с советским государством в ноябре 1917 года, просуществовала весь период существования советского государства, пройдя с ним весь его непростой путь. Но сегодня мы хронологически ограничим события 1941-1945 годами, и тема будет у нашего исторического часа «Советская милиция в годы Великой Отечественной войны». Опираться мы в основном будем на краеведческий материал, то есть о работе сотрудников милиции на территории Ивановского края. Но сначала хотелось бы рассказать о том, что у нас есть в фондах библиотеки. Хотелось бы представить такую книгу «Внутренние войска в Великой Отечественной войне». Речь идет о войсках, которые курировались Народным комиссариатом внутренних дел НКВД. Это сборник из издательства «Москва. Юридическая литература. 1975 год». Сборник документов-материалов, подготовленный группой авторов во главе с доктором исторических наук профессором Ильей Константиновичем Яковлевым. И вот этот сборник подготовлен главным архивным управлением при Совете Министров СССР, главным управлением внутренних войск МВД СССР и Центральным государственным архивом Советской Армии. И здесь работал коллектив авторов, которые провели действительно такую серьезную основательную работу. И дело в том, что это были документы, многие из которых были буквально рассекречены накануне 30-летия победы в Великой Отечественной войне. И здесь много интересных факторов о том, как органы НКВД участвовали в приграничных сражениях еще в 1941 году, как, соответственно, участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Тулы, в сражениях на юге России, в битве за Сталинград, Кавказ и так далее. Здесь же рассказывается о том, как внутренние войска вели борьбу в тылу с бандитизмом, а также охраняли тыл фронтов при освобождении стран Европы и при разгробии милитаристской Японии. Действительно, есть такой серьезный основательный сборник документов. Ну и также у нас используется книга наших авторов, Ивановских, Антонов, Быков, Зимин, Звездин, «300 лет на охране порядка». Это книга в целом, рассказывающая об органах полиции, издательство Иваново, Ново-Ивановская газета, 2017 год, поступивший в фонды нашей библиотеки. И вот здесь мы берем как раз ту главу. Здесь авторы берут пять глав, и одна из них, глава третья, специально посещена событием 1941-1945 годов. Работает с архивными материалами достаточно активно авторы, и она скрывает свет на деятельность советской милиции. Ну, что следует сказать, с чего начать рассказ? Что уже 22 июня 1941 года, когда поступила информация о начале войны, все работники милиции были собраны по тревоге, по своим отделениям. В городах создавались дополнительные посты, патрули. И дальше, соответственно, уже летом 1941-го, значит, милиция занималась тем, что следила за выполнением правил сметы маскировки, охраняли имущество выкуренных людей, поезда с оружием и оборудованием. Также, соответственно, они занимались распределением раненых по больницам, детей по детским домам. Создавали отряды дружинников, которые патрулировали люди и проверяли документы. Ну, и также занимались розыском диверсантов. Так, иванские газеты сообщают, что в октябре 1941 года в Иванове на рынке барашек был задержан диверсант, который был в военной форме и в костюме старшего лейтенанта. Ну, сотрудниками милиции он был выявлен и обезврежен. Ну, и, соответственно, летом 1941 года ряд иванских милиционеров выехал на территории Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, где вступили в бой с неприятелем. Сообщается о том, что уже в 1941 году были и погибшие. Сообщается об их именах. Это Иван Аверин, Дмитрий Прокопий Прусовы, Константин Калинин из Комсомольска, Василий Рубцов и Николай Трантин из Кинишмы, Иван Рубцов из Савина. Ну, и, в общем, выезжали они на фронт, где сражались с врагом. Ну, и, соответственно, также сообщается, например, что в городе Гаврилов Посад в сентябре 1941 года началось создание истребительного батальона. Командовал подготовкой начальник милиции Осипов. Батальон, соответственно, занимался изначально не только охраной пунктов, но затем и отправлялся, значит, на фронт. Ну, и тут нужно сказать, что сотрудники милиции активно задействованы были в обучении диверсантов и тех, кто отправлялся на фронт навыками обращения с оружием, навыками рукопашного боя, навыками маскировки и так далее. Ну, и, соответственно, также сотрудники НКВД, как сообщается, участвовали и в хозяйственных работах. Так, осенью 1941 года, значит, было организовано рычео траншей на левом берегу Волги на случай прихода врага. Ну, а, соответственно, Гаврилов Посад, сотрудники НКВД принимали непосредственное участие в строительстве военных аэродромов для бомбардировщиков. Ну, и, соответственно, также была такая цель создания специальных отрядов. Так, в Шуе осенью 1941 года был создан партизанский отряд из сотрудников уголовного розыска. Вот, подготовкой занимался руководитель местной милиции товарищ Телегин. Ну, и, соответственно, отряд проходил обучение в районе деревни Иванцево, ныне который входит в Ивановский район, в местечке Ломы на дачах НКВД. То есть, там были, соответственно, подготовка этих отрядов. Отряды эти выполняли крайне рискованные задачи. Они создавались диверсионные группы, которые были предназначены для забрасывания в тыл неприятеля. Ну, и, соответственно, также сообщается о людях, которые известны были. Например, Василий Константинович Сахаров, который был уроженец деревни Орехово, ныне переходит территорию Родниковского района. Ну, и, соответственно, рассказ, что с начала войны Василий Константинович был призван в НКВД. И, соответственно, был участником парада 7 ноября 1941 года, был участником обороны Москвы, а затем на протяжении 1942 по 1949 год непосредственно был в охране Сталина, руководителя государства. Официально демобилизован в 1949 году. Но вообще на органы милиции был подложен целый ряд задач. В частности, они выявляли спекулянтов, которые, соответственно, занимали спекуляции прежде всего продовольственными товарами в условиях голода и продовольственного кризиса. Также теми, кто изготавливал поддельные карточки и так далее. Ну, и, конечно, очень важной задачей была борьба с бандитизмом, который расцвел пышным светом в годы Великой Отечественной войны. Так, например, сообщается, что была ликвидирована целая банда в октябре 1941 года и было арестовано 4 грабителя. Сообщается, что им было ограблено несколько квартир на улице Богдана Хмельницкого, ныне есть в нашем городе. Ну, и, соответственно, удалось выследить и поймать их в одной из так называемых воровских малин в районе Пролетарской улицы. Вот эти рейды по разным притонам воровским малинам сотрудники милиции проводили чуть ли не ежедневно, выявляя бандитов, спекулянтов и так далее. Вот. Также, наверное, многие помнят знаменитый фильм «Место встречи заменить нельзя», где в 1945 году, сразу в первой послевоенной месяце, сотрудники московского уголовного розыска выявляют банду «Черная кошка». Своя банда в годы Великой Отечественной войны, банда «Черная кошка» была и в городе Иваново. Сообщается, что была такая банда, она базировалась в районе Глинищева и действительно носила такое название. Вот то, что показывают в этом фильме, было и у нас. То есть рисовали они черные кошки на месте грабежей, подбрасывали черных котят. То есть вот они, значит, бандиты этим занимались. Ну и, соответственно, подпоследствия они были выявлены. Сообщается, что эта группа состояла из пяти дезертиров, то есть тех, кто убежал из Красной Армии. А также сообщается, что там было два матерых бандита, уголовника, рецидивиста и возглавлял банду, восьмой член банды, значит, уголовник, рецидивист по кличке Муха. Ну и, соответственно, там же на одной из них, соответственно, мест пристанища этой банды, в районе местечка Глинищева, они и были арестованы сотрудниками НКВД. Ну и, соответственно, вот наряду с борьбой с бандитизмом приходилось заниматься и другими вещами. Так, сотрудники милиции активно работали с городским военкоматом и, соответственно, с солдатами Ивановского гарнизона. В частности, в 1942 году с привлечением солдат из Ивановского гарнизона группа особо опасных преступников, которые, рецидивистов, осужденных на длительные сроки, сопровождалась на Дальний Восток для отбывания наказания. Здесь привлекались и сотрудники НКВД, и солдаты гарнизона. Ну и опять же, то есть, случаев, которые описали преступлений, тоже было достаточно много. Так, например, в декабре 1942 года в поселке Колбово была убита школьная учительница. Ну, вернее, она оказалась случайной жертвой. Преступники хотели ограбить квартирную хозяйку, но ей удалось убежать, а бандиты убили, не успевшую убежать учительницу, и ограбили квартиру. Ну и, соответственно, на ноги был поднят весь состав уголовного розыска Ивановского, ну и, соответственно, возглавил его руководитель уголовного розыска Павел Дмитриевич Тахтаджиев, ну и, соответственно, через две недели членов этой преступной группировки удалось удержать в Шуе. Ну и также, например, из таких фактов, многие знают, чем еще у нас край известен, то, что здесь находился лагерь для офицеров, ископоставленных офицеров, генералов, военнопленных, из стран Германии ее союзников, и находился он в Чернцах. Ну и часто можно прочитать факт о том, что фельдмаршал Паулюс, немецкий военачальник, там находился. Ну и, соответственно, на сотрудников НКВД была возложена важная задача по охране этого лагеря, и вообще по охране тех немецких военнопленных, которые находились на территории Ивановской области. Ну и, соответственно, был, например, такой случай, когда в 43-м году в Сокольском районе скопилось в лагере много пленных немцев, примерно около 1000 человек, они проживали в бараках. Но руководство вот этого лагеря для этих пленных немцев поступило достаточно халатно, за что они были сняты с должностей, и не организовало должным образом охрану. В результате около 50 человек немцев ночью убежали из этих бараков, и в течение недели они занимались тем, что грабили местное население, забирая в основном продукты, на территории Сокольского района. В результате, значит, было привлечено 43 сотрудника милиции, им удалось поймать этих немцев и вернуть назад в лагерь для военнопленных. Ну а также нужно сказать, что выезжали активно на территории освобожденных от врага сотрудники НКВД. Так, например, выехали они в освобожденные от фашистов районы Смоленской области, куда в 43-м году поехало работать примерно 18 иванских милиционеров, многие из которых там и остались служить. Ну и, соответственно, также были определенные рейды. Так, например, в Фурновском районе сообщается, что в ноябре-декабре 43-го года активно действовал целый батальон сотрудников НКВД, которые проводили рейды, операции по задержанию дезертиров, бандитов, уголовников, и действовали они крайне успешно и эффективно. Вот, также, например, сообщается такой факт, что в ноябре 1943-го года на территории Гаврилов-Пасадского района оперативными работниками при поддержке красноармейцев была задержана группа немецких диверсантов-парашютистов. То есть они были сброшены, и предполагалось, что эта группа должна начать диверсионные действия в районе города Горький. Ну и, соответственно, предполагалось, что благодаря сотрудничеству, в том числе с местными жителями, этих диверсантов удалось выявить. Но и при этом основной целью, как и в качестве борьбы с бандитизмом, она всегда была возложена сотрудникам НКВД. Так, в 1944 году опасная вооруженная банда появилась в самом городе Иваново, которая совершила ряд очень дерзких налетов. Был ограблен магазин в селе Калачево, ограблен магазин в селе Новаталица и так далее. Ну и, соответственно, также ограбили они, как сообщается, Терюковский и Буньковский магазины. Ну и, соответственно, показалось, что это действовала довольно дерзкая банда из пяти человек, которые долгое время не удавалось поймать. Сотрудниками НКВД была проведена успешная засада, и банда была обезврежена при попытке украсть быка из Новаталицкого колхоза. Вот. То есть, соответственно, вот такие действия были достаточно эффективны. Ну и нужно сказать, что сотрудники милиции работали достаточно эффективно. Несмотря на то, что, в общем-то, был кадровый дефицит, потому что около 560 сотрудников, как сообщается из Ивановского края, ушли на фронт, кто добровольно, кто мобилизацией, и, соответственно, сражались с врагом. Только за период 1944-1945 года около 219 сотрудников были награжены родинами, медалями, почетными наградами, грамотами за борьбу с врагом. Ну и также нужно сказать, что, несмотря на то, что работы было много, и вот на оставшихся была дополнительная нагрузка, то нужно сказать, что в течение всей войны не забывали о другом. Так при управлении НКВД действовал, соответственно, клуб художественной самодеятельности. Он осуществлял работу в шефских частях Ивановского гарнизона, ездил выступать в деревни, в колхозы. Так сообщается, есть официальная статистика, что силами этого клуба за 1941-1945 год было дано 573 концерта. Ну и также сообщается, что летом 1943 года отправился коллектив этого клуба на городской конкурс художественной самодеятельности, где получил первую премию. Ну и, соответственно, премии в основном были денежные, но преимущественно, поскольку было военное время, денежные премии сотрудниками клубов, опять же, передавались традиционно на нужды тыла и обороны. Вот, что бы хотелось сказать в завершении. Хочется сказать, что у советской милиции была проведена огромная работа в годы Великой Отечественной войны и в нашем крае. И это несмотря на то, что многие сотрудники ушли на фронт, борьба достаточно эффективной с преступностью, в тулу с бандитизмом проводилась. Но и тут нужно сказать, что, конечно, большую помощь работникам милиции оказывали как местные жители сознательные, так, соответственно, оказывали и красноармейцы, которые входили в состав местных гарнизонов. Продолжение следует...